Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про библиотеку Webpack Bundle Analyzer. Она нужна для того, чтобы помочь посмотреть размер зависимости в вашем проекте и увидеть эти размеры визуально. Вот так вот все это будет выглядеть после установки. Самые большие библиотеки будут в самых больших квадратиках. И на примере React-приложения Create React App я покажу, как ее можно установить. И как ей пользоваться. Переходим в консоль. Сначала нужно установить пустой проект. Пишем npx. Create React App. Пусть будет степь скриптом. За вас будет тест. Webpack. Analyzer. ВВП скрещен. Пусть устанавливается. Запускать проект даже не буду. Все видели, как выглядит стартовый экран Create React App приложения. Все работа будет только в консоли. И в браузере запустим библиотеку, чтобы смотреть размер зависимостей. Проект установился. Дальше переходим в папку с проектом. И устанавливаем в вебpack Bundle Analyzer. Дальше открываем код проекта. Пишем коды . И откроется VS Code. Дальше открываем файл package.json. И в разделе со скриптами добавлю две команды. Первая команда — это build, но со статистикой. В названии через defisd писал stats. И здесь через ключ. Первый ключ пустой. Во втором ключе написано stats. Будет тот же самый build, но создастся JSON-файл, в котором будет собрана некая статистика. И команда для запуска библиотеки вебpack Bundle Analyzer. Запускаем эту библиотеку и отдаем ей этот файл со статистикой. Немного приближу, чтобы было лучше видно. Команда build'а и команда запуска. Сделаем build, чтобы появился этот файлик со статистикой. Пишем np run и запускаем build. Build будет идти какое-то время. Build прошел, теперь запускаем вторую команду. Чтобы запустить плагин вебpack. И вот так все выглядит. Здесь в левой менюшке можно посмотреть общий размер всего, что есть. И отдельно по файлам, по ачангам, которые загенерировались. Здесь можно увидеть, что React.DOM занимает почти весь размер. Здесь можно увидеть в подсказке, что его размер 192 кБ. В заархивированном размере всего лишь 40 кБ. Попробуем установить в библиотеку Lodash и посмотреть, как все изменится. Перехожу обратно сюда. Этот плагин включаю. Пишу npm install lodash. Плагин установился. Возвращаюсь в код. Нужен файллэп.tsx Здесь напишу какую-то функцию из Lodash. Она даже не будет считаться. Это можно не запускать. Но сначала напишу импорт, который не очень правильный. Сначала напишу импорт, нижнее мне подчеркивание, from Lodash. Так заимпортируется целиком вся библиотека. Все, что есть. Увс-код ругается, что нету типов. Установим мы их тоже. Типы установлены. Ошибка ушла. Сбилдим приложение в таком виде и посмотрим, что изменилось. И запустим вебпак bundle analyzer. Вот мы его запустили. Теперь видно, что Lodash занимает тут хороший кусок места. GZIPT React занимает 40 кБ, а GZIPT Lodash занимает 24 кБ. Почти что сравнимое значение. Ну а теперь попробуем заимпортировать библиотеку Lodash не целиком. Возвращаемся в редактор кода. Здесь вставляем только функцию flattenedip. И мы ее импортируем из Lodash. Ее одну. Теперь посмотрим, что изменилось. Напомню, Lodash весил 24 кБ. Билдим его и запускаем в библиотеку еще раз. Билдим со статистикой. И запускаем вебпак bundle analyzer. Теперь Lodash здесь почти не видно. Его даже тяжело найти. Еле нашел Lodash. Он вот здесь вот справа внизу. Он был 24 кБ. А теперь в сжатом виде он весит 689 байтов. То есть меньше 1 кБ. То есть только одна заимпортированная нами функция. На этом все. Я показал, как установить вебпак bundle analyzer в Create React App проект. Как его запустить и посмотреть вес своих зависимостей. И в будущем что-то оптимизировать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok